то есть вы считаете что у нас казахстане инфантильное общество да и потом удивляемся почему мой ребенок не успешно и тогда он думает боже я несу маме несчастье мы мужчин же выбираем тоже не просто так такие альфа самцы да они просто хородан шахпатин да все что мы получаем детстве это фундамент это сценарий жизни это план жизни я касса все время играю со свекровкой в какие-то игры добрый день в эфире джосухпад меня зовут динар саджан и сегодня гость нашей студии женский психолог а я нордов лет хоза прошлый раз мы с вами говорили о личных границах и эта тема очень понравилась нашим зрителям мы говорили с вами домашнем насилии сегодня я хочу поговорить с вами знаете о нашем незрелом обществе от трех состояниях личности в котором каждый из нас периодически пребывает это взрослый родитель и ребенок вот я думаю что для многих сейчас это открытие будет кто-то прибывает состояние взрослого кто-то постоянно в состоянии ребенка я знаю очень много людей в моем окружении есть человеку может быть там 40 45 лет но он такой все все равно ребенок и мне вот в состоянии взрослого человека очень сложно иногда с такими людьми вот по каким признакам определить вообще в каком-то состоянии чаще всего находишься вообще все три состояния внутреннего ребенка родителей взрослого очень важны то есть это наши внутри психические процессы которые происходят но вы правы в том что мы живем не в зрелом обществе то есть в основном все таки это дети то есть взрослые дети которые 30-40 лет но они им просто возраст есть а решение как будто внутри нет что я взрослый и как мы можем понять что человек еще находится в детстве ну так условно до грубо скажем когда я хочу но не могу то есть я хочу что-то сделать но у меня не получается я хочу но мне страшно я хочу но я не могу и тогда мы понимаем что человек сидит вот в этих детских убеждениях и не может выйти сделать шаг потому что взрослый это все-таки про ответственность когда я хочу могу и буду тогда это про взрослые состояние человека мне кажется что это связано еще с нашей ментальностью да потому что ну по крайней мере казахи всегда хотят оберегать да там ребенку 18 лет и машину и квартиру и той обязательно да в кредит ну то есть там ты влезешь долги но вот главное как бы чтобы вот яд полмасом да да и вы правы потому что мы удивляемся как 18 лет там в европе в америке детей отправляют на самостоятельное проживание там выселяют сразу да потому что они сразу горшую дорогой ты взрослый гол и живи сам а у нас до 40 лет мы нянька им ся с детьми и все их и женям и содержим семьи то есть это как то есть культуральная вещь но здесь знаете еще какой момент может что родители не дают вырасти детям своим то есть из потребности быть нужным важным родитель начинает оберегать и тогда по сути это как благими дорогу благими благими намерениями мы как бы срезаем крылья своим детям мы не даем им эту ответственность мы говорим то ладно я знала что то есть это вина родителей больше ну знаете тут обвинять родителей наверное не нужно потому что родители как могли таки вырастили и знаете проблема в том что мы не знали что такое психология если вы заметили последние пять там 10 лет психология сильно ворвалась в наше общество да сейчас каждый второй коуч психолог во всех со всех утюгов но это классно это классно что люди начали изучать себя правда потому что раньше в советское время я помню в старшеклассников было был предмет про психологию сейчас этого нету и вообще если бы внедрили это в школьной программе как базовую психологию да и люди сами понимая свои травмы начали бы их прорабатывать мы где-то бы остановили этот процесс инфантильного общества то есть вы считаете что у нас казахстане инфантильное общество но знаете я не буду говорить на всех да но если мы берем но большая часть до большая часть почему потому что вот сейчас допустим век инфобизнеса до онлайн курсов столько возможности до обучаться зарабатывать деньги но каждый раз я слышу я пошла на те курсы я пошла на эти курсы я заплатила туда но ничего сделать не могу у меня не получается откуда это почему потому что страшно а страшно кому ребенку потому что взрослому не страшно он скажет да у меня не получилось перешагнул взял опыт и пошел дальше но мы сидим в этих страхах в этих убеждениях и боимся двинуться и что-то сделать а в каком возрасте должна происходить это сепарация да когда ты своего ребенка так немного скажем отодвигаешь и даешь ему свободу то есть перекладываешь ответственность за его жизнь на его плечи это какой возраст смотрите если взять вообще саму сепарацию до ребенок когда родился уже сепарировался то есть он внутри нас находится первая сепарация рождения потом помните трехлетний возраст да когда я сам я сама то есть ребенок начинает отделяться он понимает что оказывается он не есть мама и мама не есть продолжение него и вот это с очки которые все равно я сама да там и до 6 до 7 лет да и дети которые в колясках до 7 лет катаются ну наверное и тогда мы не даем возможности ребенку вырасти и какое мы послание даем ребенку таким образом не расти не будь взрослым не развивайся да и потом удивляемся почему мой ребенок не успешны но если вы это сами вкладываете если сами культивируете потом происходит отделение в 12 13 лет если помните да подростковый период когда мы начинаем бунтовать против родительских убеждений мы понимаем что родители оказывается не во всем правы и опять нас начинают родители не просто быть в принятии подростка да да я понимаю что ты подросток у тебя гормоны мы начинаем что делать подавляет ребенка нет будет так как я сказала и все и ребенок уходит свою адаптацию он становится адаптивным и снова нету свободы и но я не скажу что прямо окончательно сепарируется потому что ну основная масса мы в 30 лет вот в основном мои клиенты это 30-35 они начинают понимать что-то происходит не так я как-то свою жизнь выстраиваю также как мама хотя я себе дала слово я не буду жить как как мама это то есть в каждом шаге в каждом поступке то есть они ищут подтверждение что я хорошая когда женщина работает долгое время на какой-то работе говорит мне не нравится эта работа я получаю небольшую зарплату мне она не нравится но я там работаю и когда я спрашиваю для чего вы работаете она говорит ну маме нравится маме маму все устраивает я закрываю ипотеку и вроде бы все хорошо то есть она не слышит себя и тогда когда она говорит маме нравится она проживает не свою жизнь ее задача чтобы маме все нравилось потому что глубинно есть бессознательный я вам объяснила я почему она переживает за свою маму я часто кстати такие вопросы тоже получаю когда делаю рубрику вопросы-ответы и девушка например может написать мне там 35 лет я хочу переехать в астану но я боюсь оставить маму то есть маме может быть там всего 60 лет до многие казахи и вот именно если говорить про нашу ментальность я думаю что они думают о том что скажет общество там в 35 лет оставила мать в караганде переехала в нур-султан бросила мать если мать взрослая в 60 лет это достаточно еще так скажем возраст где не нужно там уход ну если бы не больной человек если она в сознании она сама работает и человек нему то есть дочь не может построить свою жизнь рядом она хочет но мама эгоистка получается я тут наверное скажу грубо и цинично может будут не согласны и до хейтеры смотрит да но это использование ребенка в своих целях я не хочу быть одна я не могу выстраивать жизнь одна у меня нет например партнера и тогда ты должна быть рядом со мной я же тебя родила я же тебя родила понимаете и это тогда использование ребенка то есть это не передается прямой транзакции прямым контактом это идут бессознательные процессы или например да но это уже не любовь получается если ты искренне любишь своего ребенка ты искренне его отпустишь чтобы ему было хорошо видите родители же тоже не все находятся во взрослой позиции начнем с этого то есть когда мы говорим вот если бы не вы я бы развелась с вашим отцом что ребенок слышат здесь то есть если бы не ты зря ты родилась если бы не ты ты мне мешаешь я несчастна ребенок слышит вот такое послание и тогда он думает боже я несу маме несчастье то есть эти все бессознательные процессы они не осознаваемые они не считываются и ребенок с этим живет и тогда я должен отблагодарить маму и рядом с ней находиться не строить свою жизнь не выходить замуж не переезжать просто чтобы мама была счастлива к сожалению счастье один человек другому ну он не сделает если у нас его внутри нету то есть тогда мама перекладывает ответственность как перейти из состояния ребенок в состоянии нормального взрослого человека ну знаете это не так чтобы взять шаг сделать и перейти это такие процессы когда мы выстраиваем новые отношения допустим в психотерапии мы выстраиваем новые отношения человек начинает понимать что он оказывается другой или человек меняет окружение если вы заметили да многие которые переезжают другие страны либо вы выезжает из аулов переезжает город они начинают меняться почему потому что их убеждения рушатся и они думают о боже а касса здесь по-другому и человеку выясняется что он оказывается очень самостоятельный человек да ибо на может сам себе или платить за коммунальные и сам платить за аренду и сам найти себе работу до иметь своих друзей не быть привязаны вот и вот это тоже то есть посредством смены окружения смены обстановки человек может поменять но глубинно если там сидит вот такие вот глубинные послания которые не осознаются к сожалению они де ну не так чтобы просто взять и перейти сперва осознать понять то есть детское эго состояние я хочу если мы видим я хочу хочу вот да но не могу вот я как говорила тогда мы в детском состоянии но когда мы берем взрослое состояние то я хочу могу и буду и буду где-то делать или делаю тогда мы во взрослом состоянии находимся но это нужно прививать уже с детства с детства ребенку отдавая ответственность вы знаете я сейчас воспитываю своих детей и ну да не а уже вырос ему уже 16 лет в дианке я еще могу до этом какие-то эксперименты делать и диану я представляете ни разу жизни не ругала но при этом она знает очень четко свои границы и она очень свободный ребенок вот мне кажется важно еще когда ты воспитываешь человека а ты воспитываешь человека не просто своего ребенка до собственность какую-то ты воспитываешь нового человека для этого нового мира мир постоянно меняется и твой ребенок он должен быть конкурентоспособным завтра гражданином мира казахстана да сам выберет где захочет жить вот я например тоже не буду навязывать вот это я делаю интуитивно вот психологии как правильно чтобы ребенок вырос свободным до таким захотел устроил бизнес захотел пошел работать на госслужбу захотел помогать идешь помогает то есть не ищешь никакого вот этого подтверждения халк не это черт не это то есть вот и тебе вообще без разницы да кто что подумает то что скажет вы правильно заметили про свободного ребенка наша задача психологии человека дать ему эту автономность показать что он автономный и он свободный он свободный то есть свободном ребенке внутреннем свободном ребенке очень много внутренней энергии и когда мы что-то делаем, когда мы чего-то добиваемся, у нас внутри вот этого свободного ребенка много. И то, что вы не бьете по рукам, не ругаете, вы даете возможность, вы показываете ребенку, смотри, тебе можно все пробовать здесь, пробовать здесь, и тебе за это ничего не будет. Я тебя прежде, как прежде буду любить, даже если у тебя что-то не получится. Понимаете, вот это вот мама, это весь мир, это не просто так сказано, потому что мы любим детей, а дети любят себя через проекцию мамы. Как мама меня любит, как она ко мне относится, так я люблю себя и отношусь к себе. И мы, когда в прошлый раз с вами говорили про женское насилие в семье, про низкую самооценку, то это было про что? Про то, что женщин, ну не женщин, девочек недостаточно любят. У нас только вот придет домой к родителям, садите ее за стол девочку, а надо ее воспитывать, лелеять, баловать, когда она маленькая. Тогда она будет понимать, что к ней так относятся, просто потому что ее любят. И у нее будет это нормальная, адекватная самооценка, у нее будет к себе хорошее отношение. То есть мама, это весь мир, это не просто так сказано. Ну, смотрите, если говорить о родной маме, то я думаю, что здесь как-то все гораздо проще. Вопрос решить можно. Можно Кае прийти на консультацию, можно книжку там правильную подсунуть. А если это свекровь? Мама мужа, которая все время в состоянии такого родителя, а твой муж такое в состоянии ребенка, и ты живешь с этими людьми под одной крышей. Ну, знаете, мы мужчин же выбираем тоже не просто так. Ну, вот если утрировано сказать, мы мужчин себе находим по запаху, по своим травмам. Мы заходим в семью, чтобы там это снова и снова проигрывать. И когда женщине показывают... В общем, какой отец, такой муж? Ну, знаете... Это наш уровень, тот, который мы сейчас соответствуем. И тогда мы должны понимать, а какой я вклад несу в семью, что там мама-мамочка, а мужчина-инфантильный. То, что я здесь получаю в этой семье, почему я такую семью выбрала? То есть мы в каждой ситуации должны думать о себе. Какой мой вклад в эти отношения? Не так, чтобы сидеть, ты плохой, а вот твоя мать вот такая, а ты вот там денег не зарабатываешь. А что я делаю для того, чтобы я вошла в эту семью и здесь строю такой контакт? И вот это и есть про ответственность и про зрелость. Понимаете? Когда мы обвиняем всех вокруг, обвиняем государство, обвиняем соседа, который... Нет, ну смотрите, если невеста, да, скажем, в нормальном состоянии взрослого человека, но свекровь родитель, а муж инфантильный ребенок, да? Вот как разрешить эту проблему? Конечно, женщины, у нас, знаете, вообще женщины классные в том плане, они терпят до последнего. Они прям выжимают до последнего, чтобы сохранить семью. Я как-то работала в семейном суде на медиации, да, до того, это как раз был пилотный проект, до развода пары должны были пройти несколько сессий у психолога. И тогда пришла женщина с тремя детьми. Одна вот маленькая, там, ну погодки они, и муж, она пришла разводиться. Муж говорит, я не хочу разводиться. Она говорит, пусть хотя бы принесет 50 тысяч тенге, хотя бы заработать 50 тысяч тенге. Я про себя думаю, боже, сколько у нее терпения. То есть она пытается сохранить эту семью, чтобы мужчина хотя бы что-то принес. Но тут есть и ее вклад, понимаете? Мы эти вещи иногда не понимаем, потому что тут же про что? Она работает на нескольких работах, она воспитывает детей, она там со свекровкой ладит, со всеми родственниками ладит. И какая она тогда на фоне мужа, который не может устроиться на работу? Она лучше. Я классная, я лучше, чем ты. То есть вот это бессознательное, то, что возможно... Конкуренция? Да. И тогда, если мы это понимаем, мы эту конкуренцию отпускаем, выдыхаем и говорим, ну окей, я тебя принимаю какой-то есть, я с тобой не буду конкурировать. Тогда и у мужчины появляется энергия что-то делать. Но это не про то, что, знаете, сейчас ведическая психология очень сильно трактует и переносит ответственность на женщин. Ты должна там дышать маткой, там, не знаю, волос распустить, в юбке ходить, и тогда должна ты там мужчину мотивировать, и он начнет работать. Но тут есть и ответственность мужчины. То есть как будто бы перекладывают. Если мужчина не успешный, если он не зарабатывает, если он там, не знаю, выпивает, то во всем виновата женщина, которая его не мотивирует. В общем, это интервью должны посмотреть все мамы, будущие, в общем, у кого есть сыновья. Вот просто смотрите это интервью и впитывайте каждое слово, потому что от нас с вами зависит, какое поколение будет следующим, да? Будут инфантильные мальчики, но будет инфантильное общество. Будут сильные взрослые мужчины, готовые взять на себя ответственность, да? Такие мужчины нравятся абсолютно всем женщинам. Такие альфа-самцы, да? Не, ну вот я ни разу не знаю, у меня такого не было, чтобы ей не понравился мужчина, готовые взять ответственность, да, за что-то. Это первично, то есть принести мамонта, взять ответственность за свою семью, это первичная ответственность. Но потом все женщины испортили, мамочки. Ну, знаете, как испортили? Которые гладили, там, все приносили, там, ребенок вообще ничего не делал. Ну, я не знаю, вот все успешные мужчины, они вышли из аулов. В ауле, вот мне, мои дяди рассказывают, там, они просто хорадан шахпатни, да? То есть там нужно все время в сарае что-то делать и зимой, и летом, круглосуточно, да? То есть ты все время, у тебя был такой физический труд. Именно эти мужчины выходят в город, они не боятся никакого труда, они не боятся ответственности, они просто берут свою жизнь в руки и просто рвут. Да, и тогда есть пример. Мужчины, то есть, опять же, когда мы говорим про мамочек, мамочка это про что? Про любовь, про нежность, заботу. Но иногда нужно эту любовь проявлять? Когда? Нет, ее нужно проявлять всегда. Мы должны детей любить всегда. Он принес двойку, тройку, четверку, неважно, мы должны любить всегда. Знаете, был один такой кейс, едем в лифте, и мужчина, папочка забирает, видимо, ну, с ребенком, с сыном, и спрашивает, сколько ты написал Сочи? Ну, или Сор, я не помню. Он говорит, девять, а он говорит, а почему не десять? Он, знаете, так стоит и пинает пол в лифте. Я так хотела этому папе по голове стукнуть, потому что это про что? Блин, сынок, умничка, девять. Вместо этого он говорит, а что не десять? Понимаете, это же обесценивание. И тогда этот ребенок будет всю жизнь пытаться дойти до этой десятки и быть сам неудовлетворенным. А кому-то и девятки достаточно, в принципе. И у нас должен быть пример, то есть у мужчин должен быть пример мужчины, который привел этого, или завалил этого мамонта и сказал, вот вам. А помните 90-е годы, когда вот Советский Союз рухнул, мы были маленькие в школе, но я четко помню эти очереди, я помню эти китайские сумки, как женщины возили эти баулы. Мужчины в этот момент сломались, женщины нет. Потому что у женщин вот это вот чувство ответственности за своих детей, оно было более проявлено. Не все, но основная масса мужчин спилась. Спилась, не выдержала вот это крушение системы. И взяли за это женщины. Все баулы, базары, рестораны, там, не знаю, столовые, все это были в основном женщины. И вот в 90-х годах женщины на себя взяли эту роль, мужскую практически. Но сейчас мы понимаем, что происходит, и мы как женщины больше развиваемся. Если вы заметили, на курсах у вас тоже, возможно, вот вы курсы проводите, в основном женщины. 90%. Очень редко заходят мужчины, но если заходят, то прям по наставлению жены. Да, и это о чем? Опять в мире инфобизнеса, в мире развития впереди женщины. Но если говорить про мир инфобизнеса мировой, то там, конечно, роль от мужчины. Мировой, да. Я хочу поговорить с вами об обесценивании. Вы сказали о том, что родители часто обесценивают. Я заметила, что не только родители, и женщины, жены часто обесценивают труд мужчин, мужья обесценивают жен. Вообще вот в целом, про обесценивание отношений, человека. Нас обесценивают, это про какой процесс? Когда мы сперва сами себя обесцениваем. Мы обесцениваем себя, и только поэтому кто-то другой нас обесценивает. Если мы знаем себе цену, грубо говоря, марку, внутреннее достоинство, не будет человек обесценивать. Или он будет обесценивать, потому что понимает, что ему до этого человека далеко. И чтобы ему не было так больно, он возьмет и обесценивает. Но если человек сам внутри понимает, какой он, он не будет себя обесценивать. То есть мы сперва должны не обесценивать себя. А откуда это идет обесценивание? Как раз таки, как мы с вами начинали разговор про внутреннего родителя, часто это были внутренние родители, про кого? Критикующие, обесценивающие родители, директивные родители, или воспитатели, учителя в школе. Я, насколько помню, когда мы учились, мы не могли против учителя ничего сказать. И еще плюс, если учитель перед всем классом мог просто пристыдить, накричать, то никакой родитель не защищал и не говорил, не кричите на моего ребенка. Родители могли быть и не в курсе? Могли быть и не в курсе. И тогда ребенок чувствует себя незащищенным и обесцененным. Конечно, похвала. Почему мы тогда так редко хвалим детей, коллег, друзей? То есть мы больше как будто бы ищем подбог и хотим обязательно, даже среди подписчиков есть, обязательно хотим найти какое-нибудь уязвимое место и подколоть обязательно. Почему? Потому что это паттерн поведения, так привычно жить. То есть если, есть в транзактном анализе, ну вот я так как работаю в транзактном анализе, в транзактном анализе есть такая вещь поглаживание. Негативное поглаживание и позитивное поглаживание. Позитивное поглаживание, когда мы хвалим, да? Динара, вы сегодня прекрасно выглядите. А мы что говорим? А я голову помыла. Мы не говорим, да, спасибо, я беру. То есть нам непривычно как будто бы. Или помните, в школах всегда был какой-то хулиган, который ломал там стекла, девочкам юбки поднимал, да? Что он получал? Он получал крик от учителя либо фырканье, там, не знаю, гнев класса. К директору вызывали. Вот это и есть негативное поглаживание. Ты такой плохой, потому что он привык это поглаживание так получать. А потом во взрослой жизни что получается? Мы не можем позитивное поглаживание получать. Мы привыкли получать негативное поглаживание. А это что? Критика, обесценивание, ну и, соответственно, я, оказывается, неудачник, и я ни к чему. В общем, все, что мы получаем в детстве, затем все просто плавно переносится во взрослую жизнь. Все, что мы получаем в детстве, это фундамент. Это сценарий жизни, это план жизни. Но он может меняться в течение жизни. То есть сейчас получается, как будто психологи обвиняют родителей за их воспитание. Нет, нет и нет. Потому что родители могли, то, что могли, они дали. Слава Богу, ноги и руки целы. Ты живой, здоровый, да? Теперь просто нужно взять ответственность за свою жизнь и начать меняться самому. Развиваться, обучаться. Сейчас столько моря информации. Ютуб, открой, куча. Но люди почему-то же не учат. Все говорят, я хочу стать богатой, я хочу денег. В Ютубе тысяча видеороликов и книг. Но, может быть, нет энергии. Нет энергии, потому что есть внутренний конфликт между внутренним ребенком и внутренним родителем. Когда внутренний ребенок говорит, я хочу переехать в Астану. А внутренний родитель говорит, сиди-ка, колоннант, кемида, ничего у тебя не получится. Вон ходят же все там, не знаю, по квартирам, ты тоже будешь так мыкаться. И чикс она внутри так, ну ладно, буду сидеть. Вот он, внутренний конфликт, который не разрешается. Нет поддержки. То есть то, что мы даем ребенку в детстве, это опора. Опора, на которую мы, когда взрослеем, опираемся, мы понимаем, что у меня получится, у меня есть энергия это делать, у меня получится, и я буду это делать. И реально у людей получается. Какие задания вы даете, ну, условно, например, 35-летнему мужчине, который находится в состоянии, жил вообще все это время в состоянии ребенка, вот что он должен делать для того, чтобы, блин, понять, что я мужик, я смогу, я что-то сделаю. Безусловная любовь к себе. Это не только мужчина или женщина. Я, знаете, даю такое задание, оно, вот, может быть, и ваши читатели, да, слушатели возьмут на себя. Оно простое, но его сделать непросто. Попробуйте тоже. Подойти к зеркалу и смотреть себе в глаза и сказать, я тебя люблю. Прямо говорить одну минуту. И, знаете, не выдерживать, не выдерживать взгляда, своего в зеркало, не выдерживают сказать, я тебя люблю. А ведь это просто. Ой, я тебя люблю. Ну, классно. Я, 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 я смотрю, иду, как я хорошо выгляжу. Супер. И в вас много свободного ребенка, в вас, в вас много энергии, потому что вы себя любите такой, какой его есть. А мы начинаем, у меня тут прыщик, у меня здесь морщинка, и вообще у меня сегодня, там, я экзамен не сдала, там, зарплата не получила, и начинаем критиковать. То есть, когда мы себя любим, безусловно, это про что? Но это что, это решение, то есть ты в какой-то момент принимаешь решение, ты смотришь на себя в зеркало, говоришь, я себя люблю, я беру на себя ответственность за свою жизнь, все, я просто теперь буду ответственным японцем. Потому что японцы такие перфекционисты. Да, а когда мы берем ответственность, это из взрослой части, если это, ну, так скажем, в рамках разумного, да, а есть же еще есть перебор, когда слишком много долженствования, то есть человек на себя берет груз всей своей семьи, и он его вот так тащит, я должен построить дом родителям, я должен братишку женить, я должен детей поднять, я должен то, должен то, и вот этот груз, его вот прямо реально может продавить. в один день просто инфаркт. Вот. Потому что слишком много долженствования, оно должно быть балансировано, и сказать братишке, да, дорогой, раз ты женишься, ты имеешь возможность сам жениться. Ая, ну вы сейчас где, забыли, где живем? Мы в Казахстане, не забывайте. И то, что сейчас, например, мы с вами прошлый раз говорили о личных границах, да, о том, что нужно уважать себя, любить себя, а при этом мы же казахи, да, и, ну казалось бы, если ты уважаешь свои границы, значит, ты часто к себе гостей не зовешь, к тебе родители без стука не могут зайти там в твой дом, да, то есть там, когда захотят. Это как бы, мне кажется, немножечко не вяжется с нашей культурой и с нашими традициями. Вам не кажется? Вы правы, культурально у казахов практически нет границ. Вот даже вот эта юрта, в которой жили и свекровь со свекром, и молодая пара, да, ну то есть нету границ. Есть в этом... Исторически у нас не было границ, да? Да, да, исторически. В этом есть правда, но любой гость, который придет к вам домой, вы ему что скажете? Не заходи, ты ко мне не позвонил? Нет. Вы ему скажете, да, дорогой, проходи, я тебе чай налью, но я сейчас впишу интервью, подожди немного, и вы его не выставите за дверь, но вы покажете, что он немного не вовремя. Потому что сейчас такое время, когда времени нету, и мы реально планируем все время за неделю вперед и понимаем, что нам нужно делать, потому что по-другому мы не можем быть продуктивными. Ну вот ваш отец, известный писатель, вот условно он завтра приедет и скажет, а я меню еху нахтар-да-шахардам до старенький лет, а у вас завтра там поступление, мастер-класс, что вы будете говорить? Ну тут смотрите, приоритеты. Если у меня есть ответственность и там мастер-класс на 100 человек, я скажу, пап, я все приготовлю, все сделаю, я прибегу, возможно, к концу, у меня дела. Он скажет, хорошо, я реально приготовлю стол, и гости будут довольны. Все, все, все. Он готовится к мастер-классу. Но тогда я не могу, видите, подвести людей, которые 100 человек, например, придут. Ну там тоже у него 5 человек, друзей, близких, тоже писатели, придут вечером на беш. И они скажут, оса баллард, уах, тожок умер. Ну вот как-то, видите, очень сложно. То есть, вот как бы, к теории, как будто бы легко, да? А на практике не получается. Знаете, даже у меня. Да, мы варьируем время, и наши родители, взослы, которые им уже под 70, тоже говорят, скажи время, мне некогда, мне надо пойти там интервью дать, у меня командировка, ты скажи, когда приедешь. То есть, людям 70 лет, и они планируют свое время. И это тоже про границы, и это так нормально. То есть, мы не можем просто взять и сказать, да мне все равно, что у тебя в жизни происходит, я вот пришла, принимай меня. Но это же в нашей культуре. Ну да, это есть в культуре, но сейчас время другое, и мы же меняемся. Если в нашей культуре есть ходить в кирзовых сапогах и чапанах, мы же не ходим, мы же как-то перестраиваемся. Мы их изменили. Мы их изменили, мы сделали этнику красивой, удобной, нарядной, правда же? И это тоже про то, что мы не отказываемся от этого, мы просто сейчас это делаем по-другому. Но вы чувствуете, что общество сейчас готово меняться? Да. Вот к вам в течение дня, вот сколько человек приходит на консультацию? у меня давно мест нету, потому что все приходят в долгосрочную терапию. Я и в прошлый раз говорила, и это не про то, что я там из себя строю. Нет, потому что есть ресурсы у каждого человека. Я не могу там, как конвейер, 8 часов подряд работать, психические аппараты уноограничены, и 3-5 человек в день для меня более чем достаточно, потому что человек приходит с болью. И мы как психологи должны это сконтейнировать, и человеку дать ресурс, помочь ему это прожить. Сейчас очень много горевания, постковидной депрессии, очень много клиентов, которые приходят в остром горе. И вы представляете, наша задача как психолога прожить вместе с ним это горе, разделить, то есть он приходит и делится с этим горем с вами. Вы его берете, контейнируете, и даете ему другую энергию. И это делать на автомате и поверхностно нереально. Поэтому у каждого психолога есть ограничения по времени, по клиентам. И сейчас, ну, в общем, нету мест, правда, но зато есть курсы, не только у меня, у многих, но вот у меня, допустим, в курсе есть сам себе психолог, где человек приходит и понимает многие вещи. У него там глаза открываются, он говорит, боже, я, оказывается, живу в играх психологических, я, оказывается, все время играю со свекровкой в какие-то игры. Понимаете? И когда он это осознает, он выходит из игры. Ну, если у него, конечно, хватит энергии. Или, допустим, сейчас у меня есть курс «Денежное мышление». Он идет два месяца. И про деньги – это не про деньги. Деньги идут бонусом, когда человек вот эти все убеждения прорабатывает. И у людей столько осознания. Но если есть глубже травмы, они идут уже в индивидуальную либо в групповую терапию. Ну вот вам самой потом не тяжело? Вот я бы не смогла. Вот я сейчас учусь в МИПе, Московский институт психологии, но вот я учусь на коуче, да? Вот я, слушая вас, просто представила на секундочку, что я должна в течение дня принять там шесть человек с различными проблемами. Это тяжело, мне кажется. Это тяжело. Это тяжело. И, знаете, это как будто бы, если мы разгрузим вагон, там, не знаю, цемента, то же самое работать с людьми, с их травмами, с их дури. А что получается на выходе, да? На выходе, вы знаете, когда клиент выходит из депрессии. У меня клиентка вышла из депрессии, она сидела год на таблетках у психиатра. Она сейчас живет без таблеток. Или когда клиент пришел тоже в депрессии полной, и через восемь месяцев он говорит, я похудела. Я похудела. То есть не то, чтобы она болела, она постройнела. Или человек приходит на социальную цену, у меня есть несколько клиентов, которые приходят на 2-3 тысячи тенге, и через полгода, через год его зарплата миллион. То есть что он делает? Ушление. Все в голове. Да. Его внутри психическая энергия на подавление гнева, обид, быть хорошей, на это уходит много. Давайте про обиды еще поговорим. Очень много людей, которые просто обижаются, ты даже не понимаешь. Динара, заходишь, такая, а почему я у него в блоке? Я две минуты такая, ну ладно. А как вы думаете, обида это что за чувство? С какого эго состояния? Мне кажется, обида это ожидание, наверное, не сбывшиеся ожидания. То есть ты чего-то ждешь от других людей. Ну условно ты звонишь, допустим, кому-то, просишь его о чем-то, и если тебе человек говорит, слушай, у меня не получается, ты такой, ах так? Я, значит, на тебя обижена. Ты не хочешь со мной общаться, я на тебя обижен, да? Я очень просто вообще делаю. То есть если я не хочу с кем-то общаться, я не общаюсь, да? Но это по-взрослому. А когда мы обижаемся? Если кто-то не хочет, да. Я потом еще, знаете, я выбираю людей, которые лучше меня. Круто. Друзья, да? То есть я всегда в поисках людей, которые лучше меня. Мои герои, да, всегда лучше меня. Робовая модель. Они должны быть умнее меня. Вот я сейчас сижу с вами, это для меня вот интервью, ну плюс еще сколько полезной, важной информации, да, я беру и делюсь с другими людьми. Поэтому для меня очень важно, если этот человек, который стоит на 2-3 ступени выше меня, еще не готов к общению со мной, я его понимаю, не доросла, нормально, абсолютно без обид, подумаю, так, значит, надо еще расти, я до тебя доберусь. И это так по-взрослому. А когда мы сидим в песочнице и говорим, дай игрушку, не дам, все, я с тобой не играюсь. То есть это же про что? Обида – это про детское эгосостояние. Мы не выдерживаем фрустрацию, мы не выдерживаем отказ или там нет, да, и те же личные границы думаем, ах, так, все, я тебя заблокирую, да. Это детское эгосостояние. Иногда можно быть в этом состоянии и, возможно, даже нужно, но под обидой часто это гнев, который мы себе не разрешаем. То есть мы злимся, топаем ножками, но мы не можем этому человеку сказать, слушай, а почему ты со мной не общаешься? Или там, почему ты мне отказала? Он скажет, ну извини, у меня времени нет, я тебе, не потому что ты плохой, я отказала, просто мне некогда. И тогда человек выдыхает, фу, это, оказывается, не про меня. Просто ей некогда, понимаете? У нас не хватает вот этой взрослости поговорить, выяснить. И мы уходим в какое-то бойкотирование, там, не знаю, блокирование и все прочее. Это про это. Обиды, это детское чувство. Спасибо, что были с нами. Я думаю, что сегодня вы получили очень много полезной и ценной информации. Записывайтесь, Кайнардовлетка, на курсы, если повезет, даже на консультацию. И всегда слушайте умных людей. Субтитры создавал DimaTorzok